Всем Рому, товарищи тропиканцы, меня зовут Фёдор, я президент канала Федисплей, это игра Тропика номер 6, и мы не спеша проходим кампанию в этой игре. Это четвёртая миссия, пятая её часть, и сейчас мы будем продолжать потихонечку то, что начали в предыдущих четырёх частях. Так, и давайте начнём с того, что посмотрим, что у нас в целом тут происходит. У меня небольшой сейчас минус, потому что мы ввели в прошлой серии вот это промышленное производство, которое, ну оно здесь на сахар, оно производит ингредиенты для производства шоколада, а шоколад сам по себе не очень много, конечно, денег тут приносит, поэтому у нас небольшие минуса. Сейчас мы слегка победим наш вот этот отрицательный кризис и продолжим прохождение данной кампании. Наша задача сейчас построить три шоколадных фабрики, ну их же три, и сделать экспорт ресурса шоколад 10 тысяч. Так что будем сейчас потихонечку это делать. Я не хочу здесь спамить вот это всё, хотя, я думаю, можно было бы подписать контракт и закупить сахар и шоколад в Тропико. Давайте ускоряться потихонечку. У нас, кстати, на носу выборы, но мы их победим, потому что у нас поддержка очень высокая. Но деньги, конечно, вниз улетают. Безусловно. Так, пенультина, да, согласен. Конституцию я менять не буду, смысла нет. Так, здесь у нас 28. Плюс 6 тысяч. Я увеличиваю количество работников на перевозку, потому что у меня есть подозрение, что из-за того, что не хватает перевозки, у меня заставиваются товары просто на складах. Поэтому вот, была поставлена компания перевозчиков третья. Надо было давно её поставить. Скорее всего, из-за этого кризиса у меня и произошёл. Вот это то, что мы в минус 50 уехали. Ну, а сейчас всё восстановилось. Без образования у нас 9 человек безработных. У меня есть 3 вакансии, старшая школа, рыбхоз. Ладно, это всё фигня. Это можно всё поигнорить. Открытые двери. Возможно, имеет смысл немножко подзакрыть границ. Потому что... Ну, хотя можно ещё чуть-чуть людей накопить. У меня всё равно ещё есть кредит доверия, достаточно высокий. И давайте рейды куда-нибудь поднаправим. Пиратская пещера, охота за сокращением. Продолжаем. Я не хочу пока никакие чудеса грабить. Смысла у них просто сейчас нет. Я пришёл к вам сразу, как только раздобыл их президента. Что скажете? Так, что скажу? У меня немножко не очень хорошее отношение с одной из фракций. Так, по-моему, с капиталистами. Да, с капиталистами. Ну, не то, что не совсем. Но я бы с ними немножко улучшил за счёт брокера. Потому что денег там уже достаточно. Накопилось. Вот. Но пока ещё думаю, есть в этом смысл вообще или нет. Удовлетворённость у нас, в принципе, около дела. С развлечениями, конечно, какая-то беда. Надо будет поставить театров им ещё каких-нибудь. Остальное всё, в принципе, плюс-минус. Да, и деньги опять вниз уходят. Но, к сожалению, придётся сейчас некоторое время вот так пострадать. Потерпеть. По поводу торговли, кстати. Ну, здесь торговля идёт. Всё вроде около дела. 15 тысяч ожидают в порту. А мы ожидаем кораблик, который придёт и заберёт всё это дело. Какао, шкура, консервы. Моментально вообще на 10 тысяч прилетело. И опять же, минус. В предыдущих частях, например, тропика. Ну, в какой-нибудь там вообще в старых, в третьей, например, или в четвёртой. Имело смысл ставить несколько портов. Потому что они распараллеливались. У вас корабли гораздо-гораздо чаще ходили к вам на остров. И как-то это всё эффективнее работало здесь. Я пробовал несколько ставить. Что-то мне не понравилось вообще, как это работает. Странно это всё работает. Так что, не знаю. Ожидаемая прибыль 51, минус 41. Ну, это сейчас всё должно раскочегариться. В целом. 51, 48. 63. Да, плюс 2000. Ну, пока что баланс, конечно, стоит. Плюс-минус прибыли, расходы. Расходы у нас, содержание и зарплаты 60, 90 тысяч. А прибыль у нас с экспорта 90. И местные услуги 96. То есть мы плюс 20, плюс 30 тысяч идём. Каждый месяц. В целом. А здесь просто затраты были на всякое. А, ну тут ещё проценты, конечно, указы. Да, это не стоит с счетов списывать. Совершенно. Но с этим мы будем сейчас потихонечку разбираться в серии. Наши охотники за приключениями продолжают грабить караваны. Так, давайте-ка охоту за сокровищами сделаем. Вообще, надо бы, конечно, закошмарить бы, наверное, соседов наших. Всяких разных тут. Так, сюда вот. Через пару рейдов я отправлю, наверное, опять командос туда их кошмарить. Ну, ибо нефиг это называется. Да, по шоколаду, конечно, тут всё сложно. Две 200. Я не буду строить сейчас две фабрики. Смысла в этом нет вообще никакого. Потом, когда всё это... Остановитесь. Создание имиджа мне не надо. Разрешение оружия. Это можно, в принципе, свободы поднять немножко вот этим указом. Но смысла не вижу. Так. Это мне тоже не надо. Можно один к одному, конечно, поменять. Деньги здесь. Если уж совсем припрёт. Но этого я тоже делать не буду. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас тут с отношениями. Так. А вот с восточным блоком что-то не всё хорошо у нас. 43. Случайно, безусловно, чертёшем и грантами не надо. Когда у нас закончится... Так ведь можно и впухнуть. Алюминий. Собственно, и то, и то. Очень плохо работает контракт. Морепродуктов не хватает. Возможно, надо поставить ещё одну ферму морскую. И весь алюминий уходит на лодки. Вот на эти вот. Да, вот как знал, что с контрактами какая-то беда получится. Придётся сейчас что-то как-то из ситуации из этого выходить. Давайте. Ладно, сейчас нужно подождать, пока деньги накопятся. Чертёж отель. Вообще, можно немножко в туризм деньги вложить было бы. Так, рейды. Охота за сокровищами. Шпионство. За чертежами. Потому что туризм не зависит от всего вот этого. Сам по себе деньги генерит. Там тысяч 20-30 месяцев я бы получал с этого. Ну, может быть меньше поначалу. Но это, в принципе, разогнать можно. Здесь, на этой карте. Я думаю. Потому что площадей много. Так, тут мне-то ничего не надо. 19 тысяч. 37. Да, отношения надо как-то выправить. Не нравится мне эта ситуация. Совершенно. Кстати, вон ещё тысяча шоколада здесь висит. Шоколад ни в чём не виноват. Государственные займы заканчиваются. Это мы можем ещё раз принять. Так. Ну, это совсем крайний случай, если мы в глубокий минус улетим. Хотя сейчас, в принципе, процент не будет выплачиваться лишний. Так что сейчас должно немножко в плюс пойти денег опять же. 35. Надо в плюс 20 выйти обязательно. Иначе у меня банк не работает. Мне сейчас вообще выгоднее этих всех банкиров отсюда убрать. Чтобы они ничего не делали. Потому что они просто зарплату получают. И бесполезно вообще. Ах, скважный рейдпост. Что всё сложно, да, у вас с этим? Давайте въезд только ограничим. Что, будем ждать, пока они наторгуют. Периодически приходится в минусе сидеть в этой игре. Ну, такова жизнь. С Соляви это называется. 5000 очков рейда. Какое-то достижение мне дали. Это, видимо, я кучу рейдов навыполнял. Давайте закошмарим, товарищ. Да, я, наверное, всё-таки банкиров пока что временно уволю. Так много дел. Игра, ну. Чтоб деньги им не платить, банк иначе в холостую работает. Здесь на швейцарском счёте мне пока деньги не нужны. Тоже переключаем. Иначе нам с этих долгов будет тяжело выбираться. Госзайм брать, не брать. Ну, смысла нет, надо подождать, когда приедет эта телега. Так, приехала 800. То есть сейчас мы можем сделать плюс 50 тысяч и вложиться, например, в туризм. Пока у нас сахар этот дурацкий... Ой, сахар, шоколад пока дурацкий продаётся. Мне ещё на 5000 нужно впарить, потому что порт у меня туристический есть. Если посмотреть. Так, где у нас туризм? Порт у меня... А, это режимы работы, блин, сделали. Режимы работы это хрень полная. Там просто можно мега богатых направить. Смысла от этого нет. Это я потрачу 15 тысяч. Мотель дешёвый, отель дешёвый. Развалены, в принципе, тоже относительно дешёвые. Да, давайте в туризм вольём бабки. Так. Как хорошо, что мы не используем... Подождите. Если здесь... Блин, я 5000 потрачу. Это мне надо несколько госзаймов сделать, чтобы вот эти вот деньги отбить. Какой смысл тогда 5000 туда сейчас тратить, чтобы госзайм на 5000 увеличить? Это шило на мыло вообще. Как хорошо. Хорошо. Как хорошо. Издавать указы. Ставим туристический порт. Так, тут они пешком, наверное, пойдут, скорее всего. Где мне поставить? Я ведь ещё хотел поставить фиговину, которая рыбу будет добывать. А то у меня по консервам какая-то просадка идёт. Мотель. И отель. Высокого качества, низкого. Мотель. Мотель пускай здесь стоит. А отель где-нибудь тут. И к развалинам мы сейчас развлекуху сделаем. Их даже можно тут, может быть, несколько было бы. Хотя... Здесь ближе. Так. Древние развалины. Сюда. Не знаю, сколько времени уйдёт вот на внедрение всего вот этого в жизнь. Так. И надо, наверное, сделать вилла на пляже. Так. Вилла на пляже. Вилла на пляже. Можно где-нибудь... Виллы на пляже. Сюда. Сувенирная лавка. Придётся купить. Пускай они тут... Ну, как раз сюда пойдут. Сувенирная лавка. Начнут всякое разное посещать. Экскурсионное бюро. Тоже можно купить. Сейчас, конечно, народу ко мне приедет. Придётся дома ставить. Ну, блин, что делать? Смотровая. Тоже поставим. Так. Где-нибудь... Вот в этом месте. И здесь бы я хотел пляж расположить. Хижины на пляже. Да, вот как раз такое местечко удобное. Ну, пускай едут сюда. Такс. И мне потребуется, скорее всего... Ну, с жильём пока пофиг. У меня большой плюс по удовлетворённости. Поэтому можно немножко сейчас просить. Я пришёл к вам сразу, как только раздобыл их президента. Что скажете? С западными державами плюс 10. Шок будущего. Реален ли он? Канал Уно выяснил, что технологии не меняются так быстро, чтобы люди не успели к ним привыкнуть. Вздохнём с облегчанием. Блин. С восточным блоком, конечно, не нравится мне ситуация. Ладно, продолжаем. Это такая у нас серия туристического плана получится. Сейчас всё тут застроят. Вообще, всё-таки надо было бы, наверное, рыбную какую-то контору поставить. Так, плюс 10. Давайте рыбную контору я здесь воткну. Снизу. Дорогу бы к ним только тут сделать. По-человечески. Вот. Как-то так. Это можно даже купить. Чтоб вот так сделать. Посмотрим. Может быть, тогда мы торговый путь к ним и завершим, потому что какая-то беда вышла вообще. Блин, так и знал, что такая фигня получится. Не нужно делать, когда у вас только одна шахта стоит и работает на одну какую-то... На один какой-то завод промышленности. Ну, как здесь происходит. Штюминьи сюда везут для лодок. Печаль, тоска получается из-за этого. Вообще сейчас строительство завершат. Я, наверное, всех строителей уволю, чтобы они деньги не ели у меня. Смысла в них просто нет. Так же, как и в банкирах сейчас. Доктори, у нас здесь все ок. В экономике. Тут тоже, я надеюсь, нормально все будет. Безработных. Четверо из колледжа. Вакансии. Вакансий сейчас много потребуется, потому что сейчас обслуживать вот этот весь турбизнес придется. Пока что у нас деньги в плюс идут. Точнее, не то, что в плюс, а они балансируют. Плюс-минус. Шоколад. Вообще, мне вот, честно говоря, не нравится вот этот... Вот этот шоколад, вот эти люди с шоколадом, оно... Это очень много людей, которые работают на плантациях, если их производить. Лучше, конечно, закупать. Сахар, какао. А так, очень много людей работают на плантациях. Постоянно производительность плавает туда-сюда. Ну, не знаю. Не особо выгодное, как по мне, это занятие. Лучше что-нибудь такое более надежное делать. Вообще, я в прошлых сериях... Ой, в прошлых сериях, говорю. В прошлых... В прошлых тропиках делал примерно такую фишку. Я просто развивал промышленность и начинал закупать ингредиенты, ресурсы. А у себя только производил. Выхлопы это вообще конски давало. Здесь, конечно, тоже есть некоторые обузные механики, но я их юзать не буду, конечно же. Зачем? Иначе играть будет неинтересно. Появилась пара возможностей. Ничего противозаконного. Точнее, ничего, что можно было бы доказать. Нам предлагают несколько вариантов. Так, здесь... Импорт с не сверхдержавой. Иммигрант с высшим образованием. Что-то я про это совершенно забыл. Ладно, пускай пока висит задание здесь. Это мне тоже пока не надо. Тут я деньги оставлю на всякий пожарный. Поле для гольфа приехал. Так, дальше воровать. Здесь я тоже охоту за сокровищами сделаю. С чертежами надо пока притормозить. Ну, это какое-то время будет все строиться у нас. Ну, давайте скорость поднимем. Надо следить сейчас за безработами, чтобы... Вот, 20 вакансий. Чтобы совсем тут какой-то дичи не произошло. Открытые двери ставим. Сейчас люди все равно к нам поедут, потому что удовлетворенность хорошая. Так, у нас плюс 13 тысяч. Замечательно. У нас сейчас первые туристы приедут. Скоро уже. В Тропико появились летающие машины. Сейчас они не могут пролететь и секунды, но наши ученые усердно над этим работают. Давайте-ка еще запугаем. Я вот думаю, мне повышать качество или не повышать. Туристический корабль привез 0. Чудесно просто. Ладно, традиционно все поднимем сейчас. Там, в принципе, можно режим поставить, чтобы с туристов бабки доелись. Такая неплохая тема. Минус 5. Ну, я надеюсь, за несколько лет я отобью вот эти вложения, все, которые сюда сделал. Вакансий мне, конечно, сейчас потребуется капец вообще. Очень много. И здесь нужно будет еще увеличить количество жилых строений. Здесь бы, конечно, где-то, может быть, имело смысл поставить. Или вот сюда можно домик воткнуть. Чтоб они тут далеко не бегали. Так, эта хрень тоже почти достроена у нас. Приплывут туристы. Сейчас, возможно, нам бабла привезут. У нас уже плюс 13. Да, 10 туристов привез. 6 тысяч. Древняя развальная я тоже повышаю. Ну и что, смотрим по вакансиям. У нас 9 вакансий. Остается пока что ждать. Ну что там? Скоро еще доделать. 8 тысяч. Надо было все-таки другим путем пойти. Закупить просто сахар и шоколаду, запретить его продавать. Точнее, сахара и какао. И просто наклепать из него шоколаду без всяких ферм. Фермы это вообще какой-то трэш. Очень много людей занимает. Ну сейчас я уж не буду, конечно, переправе менять. Смысла нет. Нерационально. Неправильное решение было. Ну, всякое бывает. Будем считать, что попробовали сделать и так. Вот таким вот путем пойти. В следующий раз я как-то буду более, наверное, какие-то рациональные решения принимать. Потому что вот это вот мне, не знаю, не понравилось. Не понравилось, потому что долго. Я пришел к вам сразу, как только раздобыл их президента. Что скажите? Так, план-то у меня был уложиться все-таки в 5-6 серий. Но я чувствую, не получится. Буду придется, наверное, штук 7 делать. На эту миссию. Этническая резервация. Конечно, можно... Морской парк. Инструмент режима мне иначе, чертеж. Давайте возьмем. Вдруг пригодится когда-нибудь. Хотя фиг знает. Все равно ждать придется 10 тысяч. Сейчас достроят. Поставим две фабрики. Потом их снесем. Надо, кстати, иммигрант с высшим образованием нанять, чтобы мне 2000 дали. Куда-нибудь. Вот сюда вот. Скоро можно банк будет врубать. Я так думаю. Сколько у меня людей. Вакансии 4. Без работы. Так, еще мне нужно в рейды зайти. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Блин, как отменить? Отменить, вот. Не нужно мне сейчас... Это все очень долго. Они будут ресурсы какие-то требовать что-то еще. Нафиг. Мне нужно сейчас, наоборот, наворовывать денег. Так, что у нас по туристам? Ваших слушателей спрашивает, как узнать шпион... Я так рад, что заключил с вами эту сделку президента. Торговый путь не сверхдержава. Кстати. Какавы, в принципе, дофига. Я думаю, что можно сахара закупить у них. Единственное, что... Что из этого может вас заинтересовать? Конечно, все законно. Так, мне-то ничего не надо. Единственное, что мне сейчас придется тогда контракт подписать... Ну, купить лицензию. Капец. 10 тысяч. Что-то вообще мне неохота тратить на это. Морепродукты и алюминий так у нас и не получается сделать. Интересно, можно как-нибудь ограничить запрос алюминия сюда? Можно, конечно, вообще выключить эту станцию. Ну, точнее, это здание производственное, чтобы оно не работало. Так, что здесь нету? Работничка-то. Тогда алюминий накопится, и я контракт с ними завершу. Потому что иначе сильная просадка идет по отношениям. А я с них денег лишний раз. О! Пожалуйста, дайте денег. Молодцы, спасибо вам большое. Благодарочка. Сейчас мы за это... Зря я это съела. За это мы сейчас тогда простимулируем немножко экономику. Ну, кстати, вот. Раз вы у нас западная держава и поддерживаете у нас немножко туризм... За это вам большое спасибо, да. Как у нас принято говорить спасибо за поддержку, называется. Так, тут. Плюс 24 тысячи. Деньги в плюс пошли потихоньку. Если сейчас особо не сливать на стройку, они, конечно, совсем в плюс улетят. Так, давайте-ка здесь вот так сделаем. Я не знаю, конечно... Я не знаю, конечно... Да, хватает людей у меня. И давайте проверим. Вакансии. Колледж, клиника, иммиграционная служба. Это все с банка набежало. Давай сюда. Я все-таки этих с колледжа покупать предпочитаю. Тебя тоже можно купить. Безработные. Девять. Давайте вот так сделаем. Туристы ко мне поехали. Соответственно, поплыли бабки. Это очень хорошо. Сейчас, наверное, нужно немножко домиков построить. Да, замечательно. Мне нужно очень быстро поставить две шоколадных фабрики, чтобы дальше по миссии пойти. А то иначе у нас какое-то тупило вот тут идет. Вторая. Третья. Покупать я их, конечно же, не буду. Вот такая вот игра. От минус 50 до плюс 50. Все у нас тут болтается. Как оно в проруби. Запугали мы соседей. Давайте посмотрим, кстати, что у нас тут с удовлетворенностью. Да, жить у нас стало немножко лучше, если сравнивать с этими ребятами. Все ведь у нас относительно. Если где-то что-то прибавится... Секундочку. Да, с сахаром какая-то проблема. Она все-таки сахар дополнительно закупать. Не успевает производить сахар у меня. К сожалению. Ладно, хорошо. На будущее учтем ошибки. В следующий раз тогда будем больше через экспорт работать. Так. Точнее, через импорт. Ну, закупать товары, имею в виду. У меня уже все. В голове экспорт-импорт путаницы. Так, что я хотел сделать? Забыл, что я хотел... А, я хотел в рейдах поставить. Давайте охоту за сокровищами. И ты охота за сокровищами. Сейчас, возможно, они еще денег наворуют. Потому что все равно шанс хороший из 10 тысяч привезти. Мне вот нравится из четвертой эпохи вот это вот хакерское бюро. Они вообще... Ими так спамить можно просто эти бабки. Постоянно их отправляешь вот на сокровищ. Они эти 10 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч. Ну, типа взлом, наверное, считается. Ну, по крайней мере, вот когда я попробовал вот через них играть. Вообще замечательно просто. Интересная игра получается. Хакерские атаки бесконечные. Президенты, фокус-группы говорят, что людям не нужен тысячелетний шоколад. И я уволил отдел маркетинга. Опять. Спасибо, дружище. Ну, сейчас мы твои фабрики разберем. Они нам не нужны. Так, продолжаем. 10 тысяч нам на швейцарский счет отправил товарищ. То есть они нам предлагают перейти в следующую эпоху для того, чтобы ворваться просто. Вот просто вот прям вообще капец как ворваться. Так что продолжаем. Сейчас будем бренд свой продвигать. Президенты, раз война окончена, мы наконец-то сможем продемонстрировать миру ваше бесконечное величие. Я так рад. Я так рад, что поеду в Ленинград верный пенультима знает все ваши сильные стороны. От мощных локтей до неколебимой убежденности в своей правоте. Но чтобы о величии президента узнал весь мир, тропика необходима раз и навсегда закрепиться на карте мира. Как мы это сделаем, президент? Позаимствуйте крупный памятник, завладейте ядерным оружием, создайте тропический рай для туристов. Ну, туристов я уже начал немножко привлекать. Но я боюсь, что я устану просто здесь делать туристический рай, потому что нужно было изначально через туризм играть. Ядерное оружие. У меня есть тут уран, конечно, можно обогащение сделать, но мне эта идея не очень нравится. Давайте памятник своруем. Вот это мне больше по душе. В принципе, не так сложно их своровать, если все грамотно делать. Просто деньги нужны. Только поистине великий лидер может предложить позаимствовать известнейшие достопримечательности мира. Я бы до такого не додумался. Ну, пенультима. Величие президента, оно и такое. Так, Колизей из Рима, статуя свободы, большой сфинкс или храм Василия Блаженного. Хорошо, давай. Колизей, статуя, сфинкс, храм. Давайте посмотрим, что у нас. Да, это все из третьей эпохи. Сфинкс, Колизей, храм Василия Блаженного и статуя свободы. Статуя свободы у нас иммигранты на 100%. Это мне не очень нравится. Так, сфинкс, шпионы. Повышает туристические рейтинги. Развлекает, получается, граждан. Ну, в принципе, это нормально. Никаких проблем оно нам не дает. Так, едой развлечений прошает храм. Вообще, я бы, конечно, может быть, храм бы вот этот сворвал. Но я украду котика, потому что мы же тут все про котиков, да? А сфинкс это у нас, как известно, котик только из песка. С головой человека, правда, ну да ладно. Поэтому давайте украдем вот эту вещь. Сейчас они немножко тут поохотятся, пока у нас деньги накопятся, все дела. А мне нужно в это время снести и снести. Мне это все совершенно не надо, потому что это капец, какой-то тут сейчас будет у нас. До свидания. На стенке следующая эра. Газета, торговый путь. Так, в минуте мы продолжаем флудить. Активный импорт здесь не с сверхдержавой. Да, надо сахара закупить. Опять у нас что-то в минус все ушло. Конституция, фракция капиталистов. С капиталистами что-то не очень, давайте с ним подружимся. С капиталистами у нас отношения были не совсем хорошие. Так. Ну сейчас 50 стало, в целом плюс-минус. Международный 50-61. Да, и тут, конечно, если разогнать, они бы нам денег выдали. А тут ждать долго. 26 тысяч. Ну, в целом, не знаю, меня устраивает пока эта ситуация. Она, конечно, не самая лучшая здесь. Надо было все-таки... Я сейчас буду постоянно причитать. Вот, надо было делать экспорт, завозить у нас сахар. Так, что у нас по рейдам? Продолжайте охотиться за сокровищами. Бздыньч. Брокер нам опять предлагает. Чудесное задание. Автомобили? Не, автомобили я делать не буду. Не в этой миссии. Не в этот раз. Кстати, что у нас по удовлетворенности по общей? В принципе, неплохо. Еда вообще 80, здравоохранение сойдет. Развлечения. Я не хочу развлекухи больше. Хотя можно поставить, в принципе, какой-нибудь театр. Было еще туда и туристам, наверное, ходить будут. С жильем, конечно. Не особо хорошо. Бездомных много. Надо посмотреть, где у нас... Где у нас бездомные живут, а? Хоть какие-то лачуги им, что ли, поставить. Что-то здесь людей, да? У нас еще не хватает. Люди помирают, походу. Слегка чуть-чуть. Так. Без работы 9. Вакансии 9. Давайте откроем вот так вот. А по поводу жилья. Я вот здесь вот хотел дом поставить. Давайте построим, пока у нас там сфинкс наш воруется. Так. Квартирный дом. Я думаю, нам пригодится этот дом. А на контракт? Да. С контрактом я, конечно, в пух вообще. Очень надо внимательно смотреть за этим. Я что-то, как обычно, поспешил. Поспешишь, людей насмешишь, что называется. Золото продается, это продается. Ну, сейчас закончится на консервы. Я думаю, что я сделаю закупку сахара. Что сахара не хватает. Проблема из-за сахара вся. То, что у меня шоколад производится. Достаточно большое количество. А вот сахар... Беда, печаль. И ничего с этим не сделаешь. Не, можно, конечно, увеличить количество плантаций. Хотя, видите, в чем проблема? Блин. Надо было производительность поднять. Ну, поопозорился. Лох чмо нет, друзья, это называется. Так, торговый путь. Это я понял. Импорт сдержала, не сверхдержала. Тогда заходим в торговлю. Находим каких-нибудь ребятушек, у которых можно сахар купить. Если они вообще его продают, конечно. Вот. Сахар можно у этих ребят закупить. 3000. Не, ну это слишком дорого. Да, давайте подпишем контракт. А дальше обратно переключимся на нормальные наши те контракты. Так, брокер у нас предлагает. Я пришел к вам сразу, как только раздобыл их президента. Что скажете? Ну, это мне тоже неинтересно. Надо сейчас ждать, пока у меня... Сейчас эти ребята завершат действие, потом они своруют сфинкса. И дальше посмотрим. Возможно, это, кстати, уже победа в компании будет. Я совершенно не помню. Я в эту миссию давно играл. Так, а здесь давайте охотиться. Ну, я, наверное, в этой серии-то все-таки сфинкса постараюсь забрать. Так, вот я нашел первые лачуги. О, плюс 10 тысяч вообще. На халяву привезли. Все, начали мы воровать сфинкса. Поставлю я его, наверное, куда-нибудь, может, сюда. Кстати, можно, знаете, что сделать? Можно воткнуть газету. И воткнуть развлечение хорошее. Развлечение можно театр поставить. Еще морской парк есть. Это дополнительно у нас туристов сюда привлечет. Так, театр воткнем. Тут как раз у нас такое туристическое место. И здесь я, наверное, как раз сфинкса поставлю, чтобы они все сюда бродили. Блин, ставить-то, конечно, неудобно. Ну, давайте сюда его поставим. И что я там еще хотел? Морской парк. Еще я хотел поставить газету. Ладно, давайте поставим. Сюда куда-нибудь. Будем пропаганду насаждать. Даже, точнее, вот сюда больше домов зацеплю. Даже вот так. Нормально, пускай строят. Это в первую очередь. Туристов вполне ко мне едут. Так, что у нас? Без работы 11. Вакансии старшей школы. Так, с нефтянкой могут быть проблемы. У меня же оттуда электричество идет. Дворец объявляет о новой пошлине. Теперь за дополнительную плату граждане получают особый статус во время плановых обысков и изъятия имущества. Участвуйте сегодня! Надо... Надо здесь еще дом, наверное, поставить. Тут что-то как-то хижин накопилось. Капец. Че у меня тут бездомный? Свободный 61. Да серьезно? Расселяться не хотят. Вакансии 12. Ладно, пускай сейчас расселятся. Дальше посмотрим. Тут сейчас, тем более, театр у нас появится. Ставим на максимум. Газета. Тоже ставим на максимум. Я никогда не считаю цыплят до того, как они вылупятся. Но обязательно считаю их после этого. Цыплят по осени считают. Поговорка у нас такая есть. Он это, наверное, имел в виду. Так, промышленники... Блин, не посмотри сейчас, наверное, взаимоотношения с ними. Деньги, в принципе... Эти деньги все равно ничего не решали. Мне нужна идея. А идеи у меня нет. Так что давай, берем. Вот так вот, как говорил Остап Бендер. Похоже, они хотят сами решать, как ими надо управлять. 82, 4... Я не буду болтать. Это исключительно ради того, чтобы не выслушивать вот это все. Потому что отключить нельзя. Это сейчас демагогия начнется. Я понимаю, конечно, нужно выступить, но... Народ Эль Президенту и так любит. Так что не будем ничего тут им рассказывать. Сами проголосуй так, как нужно.